Музыка Актау единственный город в Казахстане, который живет на опресненной воде, приготовленной на основе морской воды Каспийского моря. Обеспечивает Актау теплом, водой, электричеством, Мангастауский энергетический комбинат. Отчет инновационной истории начался на полуострове с первого в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах, который когда-то работал в стенах комбината. Сегодня атомное сердце Мангастау остановлено, но жизнь на полуострове продолжается. В структурном подразделении энергетического комбината есть завод, занимающийся опреснением морской воды. В годы независимости здесь провели частичную модернизацию. Опреснительные установки еще советского производства, отработавшие свой эксплуатационный ресурс, заменили на четыре новые – израильского и французского производства. Ввод вот этих опреснительных установок нового типа ГТПИ, они менее энергоемкие, металлоемкие. Качество у них, соответственно, выше, чем на советского производства. Производительность израильских установок по дистилляту – это 250 тонн в час дистиллята. Суммарно эти два модуля производят 12 тысяч кубов в сутки высококачественно на дистиллятах. В другом структурном подразделении энергетического комбината внедряют в жизнь новые IT-технологии. К примеру, чтобы оплатить счет за коммунальные услуги, жителям теперь не нужно ходить в расчетно-кассовый центр и выстаивать огромные очереди. Достаточно зайти на сайт РКЦ и оплатить, или же воспользоваться сотовым телефоном. Вот здесь вы можете завести показания счетчика. Забери, нажали кнопку «Сохранить». Либо вы можете просмотреть предыдущие показания по своему счету. Мобильное приложение выдаст информацию о любом жителе – его задолженность, адрес, лицевой счет, а также количество проживающих с ним родных и историю оплаты. «Тратить свои нервы и время теперь не придется. Для того, чтобы оплатить сумму, достаточно иметь деньги на своей банковской карте. Приложение удобно тем, что все можно сделать из любой точки мира. Находитесь вы на курорте или же на работе, вам не нужно ехать в расчетно-кассовый центр и стоять в очереди. Кроме этого, у нас внедрена оплата через наш сайт». Сегодня оцифровываются больницы и поликлиники Актау. Записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, иметь всегда под рукой все анализы и медицинские исследования в электронном виде помогает новая информационная система. Она удобна как для пациентов, так и для врачей, позволяет сэкономить время и нервы, а также отказаться от бумажных носителей и упростить многие процедуры. «Сейчас мы переходим полностью на комплексную медицинскую информационную систему. То есть в этом году мы планируем полностью перейти на электронную версию истории болезни. И ускорить прием пациентов». Сегодня кабинеты врачей оснащены компьютерами, а сложные хирургические операции делают без надрезов с помощью эндоскопа. Хирург Талгат Мукантаев, вошедший в золотой список 100 имен Казахстана, провел более 7 тысяч операций. Из них 5 тысяч – видеоэндоскопическим методом. Это самый большой показатель среди хирургов региона. «Десять лет тому назад процент видеоэндоскопической операции у нас достигал 3,5% в год. На сегодняшний день процент видеоэндоскопической операции у нас составляет порядка 88% последней цифры. Мы сейчас эти технологии используем практически при всех заболеваниях». Кардиохирурги благодаря продвинутому оборудованию могут оперировать не только взрослых, но и малышей. Операции на открытом сердце новорожденных теперь в Западном Казахстане не новость. В Мангастаусской областной больнице они поставлены на поток. На операционном столе 5-месячный ребенок. У него порог сердца. За его здоровье борются 10 специалистов. Операция сложная и продлится 6 часов. В кардиологическом центре региона при областной больнице детям проводят операции 8 класса сложности. Высший пилотаж в хирургии – это яркий пример того, как опыт врачей и высокие технологии стоят на страже здоровья казахстанцев. Сегодня при помощи мобильного приложения врачи круглосуточно контролируют состояние здоровья будущих мам. Женщинам можно не приходить в поликлинику. Все происходит на расстоянии. Ответы на интересующие вопросы можно узнать из переписки с врачом. Телефонное ноу-хау полностью отвечает требованиям программы «Денсаулык» и «Плану нации». Аналогов данного проекта нет ни в одной из стран СНГ. Стать пользователем программы нетрудно. Нужно встать на учет к врачу, который выдаст пароль для доступа к приложению. Если, допустим, беременная вдруг стало плохо, она может нажать на кнопку «СОС». Тут же с ней этот сигнал поступает на службу скорой медицинской помощи, где связывается с ней оператор и отправляется машина. То есть оказывается своевременная медицинская помощь. И неважно, где бы она ни находилась, так как там есть еще, в этом приложении имеется передача геолокации. Сегодня жители Октау получают свидетельство о рождении своих детей посредством СМС-сообщений. Проактивная услуга заработала в Октауском городском перинатальном центре с начала года. За это время IT-технологии помогли выдать более 300 документов. Теперь молодым родителям не нужно ходить по разным госструктурам. Пришло сообщение с поздравлениями. Нужно будет учитывать обязательно, если ребенка родители решили назвать на казахском языке специфические буквы. Чтобы дать своей новорожденной дочери имя при помощи СМС, Айгерим Жумашевой необходим всего лишь телефон с выходом в интернет и регистрация в базе на портале электронного правительства. Я рада, что мне не нужно стоять в очередях, чтобы получить свидетельство о рождении моего ребенка. После поздравительного сообщения, что пришло мне, я прямо в роддоме сделала все документальные процедуры с помощью телефона. Это яркий пример того, как Казахстан переходит на цифровые технологии. Кроме этого, женщины сразу скидывают номер счета для оформления пособий по рождению и адресные данные на очередь в детский сад. Время оформления занимает, ну, примерно час занимает, и девочке очень активно. Девочкам это очень нравится, чтобы не ходить никуда, им удобно. То есть с роддома они уже выходят, просто идут, забирают готовые свидетельства о рождении и все. Тоже это могут получить мужья их, вот в ЗАГСе. Пойти с удостоверением личности забрать готовые свидетельства о рождении. Есть еще один интересный сервис – доставка свидетельства о рождении на дом. Заказать ее можно также через телефон. Для этого номер должен быть привязан к КИИН в базе данных мобильных граждан. Оцифровываются и школы региона. Вместо бумажных дневников внедряют электронные. Благодаря системе «Электронный дневник» родители могут следить за успехами своего ребенка в школе, в режиме онлайн, через компьютер на работе или в дороге через мобильный телефон. Вот так выглядит это ноу-хау. Все очень просто и доступно. Фамилия, оценка, посещаемость. О школьной успеваемости ребенка можно узнать в одно касание клавиш компьютера. До конца этого года все школы в области оснастят широкополосным интернетом, а в ВОЗах теперь будут готовить больше IT-специалистов. С этой целью в прошлом году выделено 50 грантов для подготовки местных камер по востребованным специальностям на региональном уровне, в том числе в сфере IT-технологии. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы города Актау читают книги с помощью IT-технологий. Виртуальная библиотека с доступом через QR-коды хранит более 70 книг разных авторов, от классики до современности. Причем ученики сами могут выбрать, на каком из трех языков – казахском, русском или английском – им прочесть произведение. Выбрав книгу, дети сканируют код с помощью специального мобильного приложения. Если у вас нет такого приложения, то загрузите QR-код-ридер на смартфон или планшет. Откройте приложение, наведите камеру на QR-код нужной книги, загрузите произведение и наслаждайтесь чтением. Все очень просто и быстро. В планах Назарбаев интеллектуальной школы расширить перечень книг с QR-кодами и установить подобные стенды в разных локациях учебного заведения. Сегодня цифровизация обратила свое внимание и на общественный транспорт. Заработало мобильное приложение для пассажиров городских автобусов. Суть программы в том, что жители могут, не выходя из дома, при помощи своего смартфона отслеживать передвижение нужного маршрута. Городской Акимат совместно с перевозчиками установил GPS-системы на каждой из 66 автобусов автопарка. Жители могут посмотреть все маршруты на сайте городского Акимата или же на своих телефонах. К слову, для нас это еще и контроль за общественным транспортом. Программа в пилотном режиме работала с прошлого года. Очень хорошо себя зарекомендовала. Программа показывает точное время прибытия автобуса на остановку, нахождение транспорта в режиме онлайн и даже сколько автомобилей на линии. Разработчики программы уверяют, это особенно удобно в плохую погоду. Сейчас интернет-программой пользуются более 10 тысяч граждан. В будущем ее планируют установить и на автобусах областных маршрутов. Городской центр занятости запустил бесплатное мобильное приложение для работодателей и соискателей. Здесь можно найти информацию о вакансиях, разместить свою анкету, узнать новости и сведения о государственных программах, а также получить советы о том, как подготовиться к собеседованию или выбрать профессию. Если он окончил в учебном заведении, там, среди специального образования у него, мы направляем, так как у них нет практики, мы их направляем на молодежную практику. Есть курсы переобучения. Мы их переклицируем и направляем на обучение, чтобы они взяли по своему профессию или там можно еще другую профессию. Эта вся информация идет в мобильном приложении. В Актау заработал Центр правоохранительных услуг. Теперь жители Мангестауской области могут получить квалифицированную консультацию и помощь по любым правовым вопросам. Представители 12 госорганов и организаций, сотрудники местной полицейской службы, прокуратуры, юстиции, адвокаты, нотариусы, медиаторы и психологи проводят прием на бесплатной основе. Здесь предоставляют 33 вида различных услуг по принципу одного окна. Подобные центры уже действуют в нескольких городах Казахстана. Проект инициирован Генеральной прокуратурой страны в рамках «100 шагов плана нации». Центр оснащен современным оборудованием, системой электронной очереди, сектором самообслуживания, залом ожидания и другой необходимой инфраструктурой. Любой гражданин, независимо где он проживает, в какой области проживает, может прийти, обратиться с любым вопросом в наш центр. Наши специалисты ему помогут, окажут консультативную помощь. Гражданин, допустим, не знает своих прав, куда ему обратиться. Он не будет ходить в другие государственные органы, в ДВД, в ДГД. Он может прийти в этот центр, представители этих органов здесь оказывают бесплатную юридическую помощь. Это гражданин может прийти, оставить свои заявления. Нотариусы, адвокаты помогут ему, допустим, написать проект искового заявления. Сегодня в Актау не только масштабно строят жилье, но и дают вторую жизнь старым домам. По программе «Модернизация жилищного фонда» уже отремонтированы 23 дома. В этом году на очереди еще два. За несколько лет госпрограмма зарекомендовала себя как эффективный инструмент решения коммунально-бытовых вопросов. Суть программы в том, что все ремонтные работы финансирует государство. Затем жители в течение нескольких лет вносят деньги на специальный счет. Этот яркий дом теперь виден за версту. Его часто путают со зданием рядом расположенного детского сада. Еще летом он был в ветхом состоянии и требовал капитального ремонта. Прошло пару месяцев, и Новый год жители встречали в обновленном здании. Жители сами выбрали подрядную организацию и материалы. Сделали нам капремонт. Мы очень довольны. Поменяли крышу и по галереям, и по первому этажу сделали навесы. Очень это нас устраивает, очень хорошо сделали. Жирным плюсом программы можно назвать технологии, применяемые в модернизации. К примеру, установка автоматического теплового пункта решает проблемы отопления. На улице стоит специальный датчик, который считывает погодные условия, а затем регулирует температурный режим в квартирах. В этом доме, как и уже в отремонтированных домах, строители применили краску изолат. Так называемая краска термос утепляет стены. Зимой она не пропускает холод, а летом жару. Жители экономят на употреблении электроэнергии в два раза. Кроме того, здесь работали с пенетроном. Материал для гидроизоляции кровли и крыш вообще не пропускает влагу. Дождь, сырость, а вместе с ней и плесень теперь этому дому не страшны. В этом году Вактау планируют привести все уличное освещение на энергосберегающие технологии. Проект реализуют за счет иностранных инвесторов. В качестве эксперимента на набережной уже заменили 92 лампы. Местные власти подсчитали. Экономия составила 50%. Стоимость масштабного проекта – 1 миллиард 700 миллионов тенге. В прошлом году в области стартовал проект по энергосбережению и в учебных заведениях. Эта школа стала первой Вактау, участвовавшей в эксперименте. Он был настолько удачным, что теперь новые технологии при поддержке казахстанского центра ЖКХ будут применять во всех школах города. Считали в этом году только в январе в связи с тем, что капитальный ремонт еще шел до конца декабря. И вот мы сейчас определили, что в пределах от 25 до 30% энергосбережения есть. Вактау внедряют и программу «Безопасный двор». Для этого в каждом дворе будут установлены видеокамеры. Экспериментально с прошлого года такие камеры работают в двух микрорайонах города. Они уже доказали свою эффективность. Проект в рамках программы «Цифровой Казахстан» профинансировали из республиканского и местного бюджетов. В качестве эксперимента 110 камер в каждом дворе и на каждом подъезде установили пока в двух микрорайонах Актау. Кроме того, по городу работают 22 купольные камеры с углом обзора в 360 градусов. Только в этом микрорайоне, благодаря камерам видеонаблюдения, за 9 месяцев выявлено 700 правонарушений. 9 из них раскрыты по горячим следам. Изображение со всех камер во дворах в режиме онлайн просматривает участковый. В ближайшие несколько лет в Актау установят еще 600 подобных устройств. Умные технологии уже прочно вошли в жизнь Актау. В ближайшее время для гостей и жителей города будут доступны мобильное приложение M-Travel и электронная туристическая веб-платформа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА